на машине что мы делаем первое что мы должны сделать если вы хотите получить идеально нигде не стянутый шов делать перерасчет поскольку у нас мы соединять будем ряды видите у нас изделие связано поперек получается мы его переворачиваем горизонтально у нас ряды превращаются в петли для того чтобы у меня был очень ровный красивый шов нигде не перетянутый не стянутый я пересчитываю вот эти вот сантиметры которые я провязала рядами на количество петель это относится к простым расчетам то есть я беру количество сантиметров которые у меня составляют ряды и смотрю сколько в этом количестве сантиметров у меня получается петель и на это количество петель и растягиваю свое изделие лицом к себе первая деталь еще такой момент если у меня изделие массивная широкая большое свитер кофта неважно на на женщину мужчину ребенка неважно это изделие тяжелое я не соединяю за протяжку протяжка вытянется будет выглядеть неряшливо берем целый петельный столбик и весь петельный столбик одеваем на иглы первая иголка последняя иголка я не одеваю все подряд я одеваю первую и последнюю беру среднюю углу одеваю серединку зацепила зацепила можно пользоваться иголкой можно декером у кого что есть середину середины середину этой середины одевают целый петельный столбик это делается для того чтобы у меня было ровное натяжение если я буду начинать одевать как получится с одного края и доходить до другого у меня все перекосится это очень важно очень такой важный момент вязание надевание изделия на иглы одеваем первую деталь после этого буду одевать вторую деталь на за целый петельный столбик смотрите чтобы вас никуда ничего не уехал если вы боитесь если вы сомневаетесь потренируйтесь на тряпочках никогда не берите за большое изделие без предварительной подготовки если вы не готовы пожалуйста как делать расчеты я рассказываю моей мастер-группе если опять же сомневаетесь заходите смотрите у меня очень подробные уроки пол на этого и другие темы практически на все темы есть уроки так одели первое изделие одеваем второе точно также за целую протяжку одеваем за одну протяжку начало одеваем за одну протяжку не протяжку за петельный столбик 2 одеваем петельный столбик середину середины и так далее мы никогда не перекосимся у нас будет очень ровный шов такого ровного шва не каждый сможет добиться как я вам сейчас показываю если вы так будете делать вам будет все просто идеально одели одеваем вторую часть на самом деле все просто главное знать как это делается после этого надо будет проверить что мне перепутали петельный столбик не нигде нигде не зацепили одну протяжку или полтора столбика это очень важно иначе будет некрасиво когда мы поднимаем руку у нас прайма должна идти идеально ровно сейчас мы будем это делать проверяю что у меня полная протяжка полный петельный столбик 1 полный петельный столбик 2 час будем их соединить после того как мы надели две детали на иглы я могу просто закрыть как это делают многие но если вы не уверены в том что вы красиво закроете равномерно потому что как оказалось закрывать косичкой это целое искусство для начинающих они просто не не в состоянии сделать ровной петельки мы сейчас все сделаем ровно я специально беру контрастную нить на самом деле вы будете брать нить цвета изделия я беру контрастную для того чтобы показать что же у нас в итоге получается и провяжу один ряд машина сама для меня сделает идеально ровное сшивание если вы сомневаетесь пожалуйста делайте так один ряд опять на на какой плотности если вы хотите сделать растягивающийся край тянущийся берите плотность посвободнее если вы хотите сделать очень плотно так чтобы детали сели друг друга и не тянулись берите плотность поменьше чем вязали основное изделие я вязала на на шестерки трубятую даже четыре с половиной делал плотность поменьше и провязываю один ряд неважно в какую сторону я беру контрастную нить как сказал уже для того чтобы было видно что у нас получится один ряд у меня произошло соединение неважно теперь как каким образом будете закрывать петли у вас две детали идеально сшиты между собой таким вот машинкой нашей вязальной машинкой закрываете как вам удобно все у нас сшито 2 2 детали в итоге у нас с вами получается вот такой шов косичка боковая абсолютно ровно все этот шов можно использовать при любой кривизне изделия то есть вы одеваете один петельный столбик и у вас любая кривизна вот здесь вот повторится ничего страшного нет вот что у нас с лица никаких красных ниток не видно очень плотный шов видите за счет того что я сделала плотность на единичку на полторы единички меньше если вы сделаете плотность свободную у вас будет немножко расходиться изделие будет в общем то может быть и виден шов вот пожалуйста идеально выполненный шов на вязальной машинке так выглядит наш шов вблизи если все это подпарить тактически ничего